Глубоко уважаемая Наталья Владимировна, коллеги, вопросы, связанные с инфекциями, связанными с установкой инородных материалов, сейчас все больше и больше привлекают свое внимание. Это связано с большим количеством различных катетеров, мочевых, центральных, венозных катетеров и других, которые устанавливаются пациентам, а также установкой протезов, сеток, имплантов и других устройств. Для того, чтобы ориентироваться в этом пространстве, была создана специальная терминология. Впервые она была создана за рубежом, поэтому некоторые термины являются переводными. Так, девайс ассоциированной инфекции, от слова девайс устройства, как раз подразумевают совокупность всех этих инфекций, связанных с установкой инородных материалов. Кроме того, с 1995 года Костертон ввел такой термин, как биопленки и биопленочные инфекции. Под биопленками подразумеваются инфекции, которые вызываются микроорганизмами, образующими биопленки. А биопленка – это конгломерат колоний микроорганизмов, погруженных во внеклеточный матрикс и прикрепившийся к поверхности устройства или некого субстрата. Биопленка, по сути, это физическая структура, образуемая микробными сообществами на поверхности раздела жидкой и твердой фазы. На данном слайде вы можете увидеть то большое множество инфекций, которые относятся к понятию биопленочных инфекций. Слева представлены вот эти так называемые девайс-ассоциированные инфекции. И это инфекции сверху вниз, инфекции вентрикулярных шунтов. Эти инфекции могут быть в области контактных линз, эндотрахиальные трубки, инфекции центральных венозных катетеров, инфекции клапанов сердца, эндокардиты. В области пейсмейкеров, сосудистых трансплантатов, периферических сосудистых катетеров, имплантов молочной железы, мочевых катетеров и эндопротезов коленных и других суставов. Справа представлены еще ряд биопленочных инфекций, которые в основном представляют собой хронические инфекции. Например, сверху вниз хронический атит, хронический синусит, хронический тензилит, ларингит, эндокардит, легочная инфекция на фоне муковисцидоза, мочекаменная болезнь, инфекции желчевыводящих путей, инфекции мочевыводящих путей, вагеноз, остеомелит и хронические раны. Также на данном слайде я представляю, как может выглядеть микроорганизмы, которые образуют биопленки. Так, на чашке ряд колоний, образующих слизеподобные структуры, они заметно могут отличаться от других колоний. Под второй снимок, это под электронным микроскопом, так выглядит биопленка. И третий, при исследовании методом ФИШ, также исследована биопленка при хронических раневых инфекциях. И зеленым показаны бактерии, а синим – клетки окружающих тканей. Особенностями биопленочных инфекций, как я уже сказала, является образование матрикса, который представлен смесью липополисахаридов, гликопротеидов, протеиногликанов, ненуклеиновых кислот и других веществ. Что интересно, вот эта биопленка, она имеет поры и каналы, которые пронизывают биопленку подобно кровеносной системе. И по этим порам и каналам поступают вещества и, наоборот, выводятся вещества из этой биопленки. Бактерии составляют очень незначительную часть этих биопленок от 5 до 35% их массы. Известно, что биопленки образуются стафилококками, синегнойной палочкой энтеробактерий. Но есть данные, что и другие микроорганизмы, в частности, ацинетобактер, кандиды, также могут образовывать биопленки. Бактерии в биопленках представлены так называемыми сисильными, то есть неподвижными бактериальными клетками. Если же эти клетки выходят за пределы биопленки, то к ним применим термин «планктонные клетки». Внутри биопленки клетки микроорганизмов общаются друг с другом по типу такой межклеточной коммуникации, которая была названа, на английском языке это звучит как «кворум сенсинг», а по-русски «чувство кворума». Так выглядят этапы образования биопленок, начинающиеся от обратимого прикрепления бактерий, которые затем становятся необратимым. Постепенно отмечаются рост и созревание биопленки, и в некий момент, нередко это происходит на 9-10 сутки, происходит фрагментация с выходом «планктонных клеток» наружу, и именно их регистрируют посредством микробиологического анализа. Зарегистрировать клетки в биопленках значительно сложнее, и выявить истинного возбудителя, если в данный момент, в момент взятия анализа нет планктонных форм, достаточно затруднительно. Еще один момент. В биопленках ограничена активность антибиотиков, которые плохо проникают в биофильмы, не работают механизмы иммунной защиты. При добавлении антибиотика происходит гибель значительного количества клеток, но при этом небольшая часть, небольшая субпопуляция клеток выживает, и их назвали персистеры. Эти клетки находятся в состоянии метаболического покоя, они сохраняют жизнеспособность под действием антибиотиков и в дальнейшем способствуют восстановлению популяции микроорганизмов. Кроме того, именно из этих клеток пополняется популяция мультирезистентных микроорганизмов. Множеством исследований было показано, что устойчивость планктонных и биопленочных бактерий различается в десятки, а то и сотни раз. На данном слайде видно, что минимальные ингибирующие концентрации планктонных микроорганизмов и в биопленке минимальные ингибирующие концентрации, необходимые для воздействия на данный микроорганизм, должны быть выше в 10 раз. Для цифтезидима, гухарделия и псевдомолии в 100 раз. Для кишечной палочки в 250 раз. То есть активность антибиотика должна быть, либо должна быть очень высокая доза антибиотика, но даже высокая доза не сможет перекрыть столь высокие пороговые концентрации. Инфекции имплантов, сеток, протезов, в отличие от инфекций, связанных с центральными венозными катетерами, и мочевыми катетерами. Это отдельные, очень большие темы. Я, к сожалению, не смогу их осветить в данной лекции. Но принципы, которые я расскажу применительно к инфекциям в области ложа эндопротеза, они также, эти принципы, им подлежат лечению, диагностике и лечению инфекций в области имплантов, сеток и так далее. Если говорить об инфекциях эндопротезов, то в ортопедии частота этих инфекций невысока, до 2%, но у онкологических больных она в 4-5 раз выше. При выполнении первичных ревизионных операций 15-20% осуществляются по поводу инфицированных протезов. Риск перепротезной инфекции наиболее велик в течение первых двух лет после установки эндопротеза, однако остается пожизненным и связан как раз с образованием биопленок. Онкологический научный центр имеет большой опыт диагностики и лечения инфекций в области эндопротезов. Так, Дмитрий Васильевич Несиченко провел анализ своей кандидатской диссертации, провел анализ 15-летнего опыта лечения подобных пациентов. Им было проанализировано 385 больных, которым было проведено 451 оперативное вмешательство, и из них 382 мешательства были первичным эндопротезированием. Было отмечено 46 инфекций в области эндопротеза, причем средняя частота инфицирования была, составляла 12% внизу слайда, но были значительные различия в зависимости от того, какой протез и в какой области происходило инфицирование. Максимальная частота инфицирования была при протезировании коленного сустава, причем со стороны большеберцовой кости. Там была частота инфекции в области эндопротеза составляла 21-22%, и наименьшей при протезировании плечевого сустава. Также им было показано, что при инфекциях в ложе эндопротеза, а также при большинстве инфекций, которые имеются при установке сеток, имплантов и так далее, это наиболее часто встречающаяся грамм положительной микрофлоры. И в том конкретном исследовании частота выделения стафилококков составила 80%. Около половины из них были золотистые стафилококки. Также встречались и в 9% случаев синие гнойные палочки, несколько реже встречались другие микроорганизмы. А вот данные исследования 2016 года. Это литературные данные, причем сводные. И в них было показано, что грамм положительные коки высевались более чем в 50% случаев, золотистые стафилококки в 24-43%, коглазонегативные стафилококки 12-26%. Грамм отрицательная инфекция в этих ситуациях является редкой и не превышает 10%. Возможны различия в разных клиниках по спектру этой грамм отрицательной микрофлоры. Здесь были представлены данные одной из клиник, больше всего было энтеробактера. Но это не обязательно. Кроме того, регистрируются инфекции, вызванные анаэробной микрофлорой, микобактериями, грибами и, может быть, полимикробная микрофлора. Однако среди всех инфекций ложи эндопротезов в 5-12% случаев рост микроорганизмов отсутствует. Это всегда составляет очень большую проблему для диагностики и назначения лечения. И в этом же исследовании методом ПЦР были получены следующие данные об этиологии инфекций в области эндопротезов при отрицательных данных посевов. И, в частности, было выявлено, что при отрицательных данных посевов в 46% этих случаев методом ПЦР обнаруживались грибы, в 43% микобактерии, лишь 11% составляли различные другие бактериальные микроорганизмы. Доказательством наличия инфекции вложен протезы является наличие свища, контактирующего с протезом, гнойноотделяемое из раны, другие местные признаки раневой инфекции, скопление жидкости в мягких тканях, гипертермия. В образцах, взятых для микробиологического исследования, если получен рост кожной микрофлоры, в частности, когулазонегативный стафилококк или пропионобактерии, или коринобактерии, то это должно быть подтверждено тремя образцами, взятыми во время операции, либо двумя образцами, взятыми во время операции, и одним аспиратом до операции. Если же речь идет о достаточно вирулентных микроорганизмах, которые, как правило, не являются контаминантами, например, золотистый стафилококк, энтеробактерии, синегнойная палочка, то достаточно подтверждения этого возбудителя в одном образце. Одним из важных факторов, который может свидетельствовать о наличии инфекции в области эндопротеза, является цирреактивный белок и, в частности, его количество свыше 10 мг на литр. Обычно эти инфекции диагностируются также путем взятия аспирата, и если в аспирате имеется лейкоцитоз свыше 1700 клеток и значительный нитрофилез, это также свидетельствует в пользу инфекции в области эндопротеза. Эмпирическая терапия инфекции в ложе эндопротеза, она, как правило, направлена на граммоположительную флору и, естественно, на стафилококк, потому что он является превалирующим микроорганизмом. При этом должно учитываться, что у пациента может быть инфекция вызвана метициллин-резистентными штаммами. Среди основных препаратов, здесь они перечислены, часть препаратов имеют давние, давно известны, и в частности, ванкомицин. Последние годы появился даптомицин, очень успешно применяется с этой целью. Рифампицин рекомендуется преимущественно за рубежом. Это препарат, который не рекомендован в монотерапии. В принципе, большинство препаратов в этой ситуации должны, практически все препараты должны использоваться в комбинациях. Рифампицин используется всегда как дополнение в комбинации с другим антибиотиком, но это зарубежные рекомендации, потому что препарат, который имеет спектр действий, его подходит для, так сказать, инфекции эндопротезов, он хорошо проникает в ткани, но к нему очень быстро развивается резистентность тех же стафилококков. Кроме того, рифампицин препарат, как вы знаете, противотуберкулезный, и использовать его для лечения других инфекций крайне нежелательно. Желательно его оставить, чтобы он использовался в афтезиатрии. Ленизолит может использоваться, хотя он не действует в основном на биопленки, но он может использоваться для лечения в первую очередь энтерококковых инфекций в области эндопротеза. Появились новые данные, в частности, о них Наталья Владимировна упоминала, по поводу цифторолина, также есть данные по поводу тегициклина, которые могут быть, ну, проводятся исследования, которые могут показать о том, что в дальнейшем, возможно, эти препараты найдут свое место при лечении инфекции в ложе эндопротеза. С ванкомицином последние годы отмечены следующие проблемы. Препарат по-прежнему в большинстве случаев неплохо работает при этой патологии, однако имеются штаммы, у которых минимальная подавляющая концентрация составляет 2 мкг на мл. Инвитро – это чувствительные штаммы, но были проведены исследования, которые показали, что использование ванкомицином в этой ситуации может быть связано с более высокой вероятностью летального исхода и неудачей лечения. Если инфекция вызвана метицелин-резистентными золотистыми стафилококками, мы показываем наши данные, по нашим данным, извините, в кружке показано, что 91% всех штаммов имеют минимальную ингибирующую концентрацию 1 мкг на мл. То есть это высокочувствительные штаммы, мы будем считать, и лишь 7% сверху имеют не очень благоприятную минимальную ингибирующую концентрацию. Уже более 10 лет проводятся различные исследования, касающиеся даптомицина, и в частности одно из первых исследований было проведено рыбаком, и показало, что даптомицин превосходил по своей эффективности банкомицин, линезолит и эти препараты в добавлении гентомицином, то есть он в значительно большей степени уменьшал концентрацию микроорганизмов в исследуемом материале. Еще одно исследование от 2009 года показало, что выживаемость МРСА в биопленке при применении различных антибиотиков была при даптомицине минимальной в сравнении с другими исследуемыми препаратами. Также проведен ряд исследований клинических по эффективности даптомицина при перепротезных инфекциях. Обращаю ваше внимание, что даптомицин был рекомендован и в инструкции до сих пор это сохраняется. Его рабочей дозой считается дозой 4-6 миллиграмм на килограмм в сутки. Однако уже более 5 или 7 лет было показано, что при инфекциях кровотока, при инфекциях, связанных с различными устройствами, должна использоваться более высокая доза даптомицина от 8 до 10 иногда даже до 12 миллиграмм на килограмм в сутки. Поэтому очень разные данные получены в процессе исследований этого препарата и сравнивать эти исследования крайне затруднительно. Но в любом случае эффективность этого препарата составляет от 60% до 92%. В нашей клинике сейчас мы отмечаем уменьшение числа перепротезных инфекций до если было 10 лет назад это было где-то 12%, сейчас не более 5-6, но мы кумулируем на себя пациентов из других клиник. И поэтому опыт работы с пациентами с инфекциями вложенных протезах у нас так сказать постоянно увеличивается. Есть опыт у взрослых пациентов за последние годы ряд пациентов получали множество линий антибиотикотерапии. Есть пациенты у которых был сохранен протез и к которым не проводились ревизионные операции. Есть пациенты которым проводилось лечение а в последующем выполнились ревизионные операции. Достаточно эффективными были схемы включая в том числе и даптомицин. Но он использовался во второй третьей линии поэтому эти данные возможно так сказать рано докладывать их недостаточно. Были схемы использования пероральные схемы как бы долечивания. Использовался клиндомицин с рифомпицином использовался тетрациклин с фузидином и так далее. То есть были попытки использования различных схем антибиотиков как на первом этапе так и в целях долечивания. В детском институте исследовался в том числе исследовался и даптомицин у детей и подростков. Это было пилотное исследование оно было международным и достаточно хорошо себя показал даптомицин причем доза была стандартная какая была рекомендована для взрослых. Есть еще исследования которые частично Наталья Владимировна на них упомянула одно из них исследование антибиотиков приметициллин резистентных стафилококков в биопленке и исследовались эффективность антибиотиков они здесь перечислены в отношении микроорганизмов двух штаммов штамм МРСА и штамм МССА то есть митициллин чувствительного стафилококка и инвитро было показано эффективность даптомицин цифтеролина и тегициклина которая превосходила активность ванкомицина и других гликопептидов во всех временных точках спустя 24 часа от начала экспозиции антибиотиков наиболее активным был даптомицин спустя 72 часа даптомицин и цифтеролин при этом даптомицин был эффективен как в отношении МРСА так и МССА а цифтеролин преимущественно против МРСА также было проведено исследование инвива на мышиной модели там высокую активность показал именно цифтеролин еще одно исследование которое сравнило три препарата это ванкомицин даптомицин и тегициклин при биопленках вызванных когулазонегативными стафилококками было отмечено что ванкомицин оказывает бактерицидный эффект на стафилококке включая МРСА но только в отношении планктонных форм микроорганизмов даптомицин проникает в биопленки оказывает бактерицидный эффект но биопленку он при этом не разрушает тегициклин ингибирует образование и уничтожает биопленки и оказывает бактерицидный эффект на микроорганизмы в биопленке общими подходами к лечению перепротезных инфекций является операция если речь идет не о протезе если речь идет предположим о сетке или импланте конечно это должно решаться в каждом конкретном случае возможно ли удаление инфицированного материала в онкоортопедии там рендепротезирование может быть одноэтапным двухэтапным при двухэтапном устанавливается спейсер с цементом импрегнированным антибиотиками в основном цемент бывает импрегнирован ванкомицином клиндомицином гентомицином проблема в том что доза препарата там достаточно высокая но в течение первой недели количество препарата поступающего в окружающей ткани достаточно высоко а вот потом по следующей дозе они будут субингибирующими и возможно это один из моментов который в дальнейшем может сказываться неблагоприятно на лечении пациентов в любом случае при всех этих инфекциях сначала проводится эмпирическая терапия так как неизвестен возбудитель а как я уже сказала в 12% случаев он может быть не доказан микробиологически а затем все-таки при выявлении проводится этиотропная терапия всегда лечение начинается с комбинированной терапии те препараты которые я указала и они сейчас проводятся различные исследования которые позволяют уточнить какие комбинации будут лучше всего кроме того необходимо достижение высоких концентраций препаратов в плазме и хорошее проникновение в кости это нужно также учитывать при подборе препаратов первоначально вот эта эмпирическая терапия обычно длительностью 2 недели и является парантеральной затем при хороших условиях при хорошем ответе возможен переход на пероральную терапию и общая длительность лечения должна быть не менее 6-8 недель таким образом грамм положительные микроорганизмы основные возбудители перепротезных и большинства других девайс ассоциированных инфекций исключая катетерассоциированные инфекции мочевых путей и возможно катетерассоциированные инфекции кровотока где могут быть не только грамм положительные но и другие очень серьезные возбудители в 5-12% случаев инфекции в области эндопротезов не имеют микробиологического подтверждения поэтому необходимо приложить все возможные усилия для диагностики этих инфекций с использованием синификации исследования ПЦР и так далее и нужно помнить что адекватная терапия не только способствует эрадикации возбудителя но и способствует сохранению функций конечности или того органа где стоит этот имплант спасибо за внимание спасибо спасибо Продолжение следует...